Ну, честно говоря, я думаю, что следующее интервью, значит, Михаила Саакашвили будет из Грузии, вот, когда он вернется в Грузию, но пока вы в Украине и результаты выборов в Грузии, насколько я понимаю, не очень позволяют вам вернуться сейчас в страну. Как вы сами оцениваете то, что получилось в Грузии сейчас? Это мне абсолютно позволяет, потому что результаты совершенно очевидны. Около 60% получила оппозиция, из них где-то 35 минимум процентов это национальное движение. Со всем административным ресурсом получила правящая партия теперешняя где-то под 40%. Это при всем, потому что административный ресурс, карусели они крутили и так далее. Потом, увидев эти полы, увидев реальные протоколы, реальные протоколы есть у них и у нас, они лечили ночью и прилежно переписали протоколы. Они сыграли белорусскую, с нами штуку, с нами штуку, какую-нибудь там среднеазиатскую, решили, зачем вообще выборы проводить. Сегодня они получат 39%, напишут 60% или 55%. Завтра получат 20%, напишут 70%. А потом выведут 15%, заболют людей водой, подометом и скажут, пошли, разошлись по домам. Все решено. Они делают, они решили, что так надо действовать. Не надо быть лохами. Лохом был я, кажется, что в 12 году спокойно передал власть сразу после. Даже не то, что протоколы, а объявление результата в экзитпола. Михаил Николаевич, а вот сейчас, когда вы видите, как действующая власть проводит выборы, какие решения она принимает, в связи с этим, как будет меняться стратегия вашей партии и действия ваших сторонников? Все, по всему, они знают, что выполнены как. Об этом знают люди, да и другие сторонники, так называемые члены. Единственное, у них нет идеологии, нет аргументов. Единственное, у них аргументы, это то, что все равно нечего протестовать, что нет никакого смысла, судебная система не работает, ни одна шалоба не была принята в избирательных комиссиях, ни одна. Апроприятные системы остаются единственные. Массовые протесты по всей стране, не дать им возможность спокойно войти в парламент. Что случилось в Грузии? Очень важная история, что все оппозиционные группы, все оппозиционные группы абсолютно объединились, в том числе объединились оппозиционные группы, которые раньше друг друга вообще не то, что там общаться, но просто враждовали. Значит, они прекратили полностью тратиковать, значит, все оппозиционные группы, а у нас процентный барьер, чтобы войти в парламент, отказались войти в новый парламент, это очень важная история. Значит, и они, и все попытки власти, давайте отдельно сепаратом договаривать, давайте бы вам деньги дадим, давайте мы, если вы не будете, мы кого-то пересадим, посадим, они говорят, ну, гуляйте лесом, мы вас не боимся, эти все группы действуют вместе, на улице выходят вместе, молодежные группы выступили против комендантского часа, который странным образом заполз протестом, и сразу, как мы и предсказывали, они массово отказываются выполнять своего комендантского часа, и каждого из них, каждого участника протеста на 2000 лари, это около 700 долларов, и каждый говорит, что мы ничего не будем платить, уже пересадили несколько десятков участников протеста, тоже не помогает. То есть, я думаю, что к тому моменту, когда они, на самом деле, решат, или, когда нельзя уйти от пола, в начале декабря, в Грузии будет такая волна, которая... Наши зрители и слушатели спрашивают, видите ли вы перспективу в ближайшем, обозримом будущем возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии, и каким образом? Когда Грузия будет успешной, у меня вообще не вызывает никакого сомнения, что, ну, что такое Южная Осетия, так называемая, там населения нет. Есть там несколько тысяч человек, которые обслуживают российскую военную базу в Абхазии, и осталось, ну, сколько, 20% предвоенного населения. В Абхазии чуть-чуть такая же ситуация, как была вот в этих районах. Там есть несколько районов, где 100 километров полосы, где вообще никто не живет практически. Как было вот в районах, прилегающих к Арабаху. И это трагичная ситуация. С другой стороны, там тоже родилось новое поколение Абхазов. Они тоже хотят жить в нормальных условиях. Они не хотят постоянно жить в осажденной крепости, неясной, непонятной ситуации. У меня к ним огромная симпатия. Кстати, у них у многих лично там есть симпатия. Это можно проверить по социальным сетям. Но для того, чтобы Грузия смогла интегрироваться обратно, она должна быть успешной. Сейчас Грузия крайне неудачная. За время моего предназначения экономика Грузии выросла в 4 раза. За время правления такого же количества вот этих людей, которые сейчас украли выборы, экономика Грузии выросла на 0%. Нуль. А их имущество выросло многократно. И это очень трагично. И это будет замечательно. Поэтому нам пока что нечего предложить. Как только они поменяются, они поменяются очень быстро в ближайшее время. В ближайшие недели. Когда Грузия начнет опять быстрое развитие, сейчас нам надо преодолеть эту историю с коронавирусом, потому что они просто ее добили до ручки из-за коррупции, из-за жадности, из-за тупости. При всем том, что я им оставил лучшую на Восточной Европе госпитальную инфраструктуру. Но они просто не могут перепользоваться соответственным образом. Как только мы приезжаем к коронавирусной ситуации и начнем развиваться, нам будет что-то предложить нашим абхазским соотечествам. Вот и все. Спасибо большое. Спасибо большое. Это был Михаил Саакашвили, президент Грузии в 2004-2004.